Братья и сестры, друзья, прочитаю стих из 1-го послания Иоанна, 2-я глава, 28-й стих. Итак, дети, пребывайте в Нем, чтобы, когда Он явится, иметь нам дерзновение и не постыдиться пред Ним в пришествии Его. Что? Обращение апостола Иоанна – это к детям, имеется в виду, к детям Божьим, не к детям по возрасту, а по положению. Итак, дети Божьи, пребывайте во Христе, чтобы, когда Он придет, иметь смелость и не иметь стыда пред Ним. Вообще, друзья, тексты Священного Писания нам открывают об этом славном дне, когда Христос явится в этот мир, за Церковью. Это будет потрясающий день. Он будет потрясающий для всех людей, и для нас с вами, для верующих тоже. И вот апостол говорит о том, чтобы мы пребывали во Христе, чтобы в этот день нам иметь смелость и не постыдиться пред Ним. Я прочитаю несколько текстов, которые повествуют нам о том, какой это будет славный день. Вообще, пророк Иоанн сказал об этом дне, что день Господень великий и страшный. Великий и страшный. Первый текст – это Евангелие от Матфея, 24 глава, 29 стиха. «И вдруг, после скорби дней тех, солнце померкнет, и луна не даст света своего, и звезды спадут с неба, и силы небесные поколеблются. Тогда явится знамение Сына Человеческого на небе, и тогда восплачут все племена земные. И увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках небесных, силою и славою великую. И пошлет ангелов своих с трубой громогласную, и соберут избранных его от четырех ветров от края небес до края их». Здесь сказано, что восплачут все племена земные. Вы знаете, это будет плащ по всей земле, потому что Христос явится, Его увидят, и люди поймут, что они жили неправильно. Написано, восплачут все племена земные. Это будет славное и в то же время, как Иоиль сказал, страшное явление Иисуса Христа в мир, потому что люди поймут, что они неправы. Еще об этом повествует нам Иоанн, книга Откровения, 1 глава, 7 стих. «Сей грядет с облаками, и узрит его всякое око, и те, которые пронзили его, и возрыдают пред ним все племена земные». Ей аминь. Братья и сестры, и возрыдают пред ним все племена земные. Еще раз это говорит о том, что на земле будет большой шум, большой плач. Ну, еще один текст, это 6 глава, тоже книга Откровения, 12 стиха. «И когда он снял шестую печать, я взглянул, и вот произошло великое землетрясение, и солнце стало мрачно, как власеница, и луна сделалась, как кровь, и звезды небесные пали на землю, как смоковница, потрясаемая сильным ветром, роняют незрелые смоквы свои, и небо скрылось, свившись, как свиток, и всякая гора, и остров двинулся с мест своих, и цари земные, и вельможи, и богатые, и тысячи начальники, и сильные, и всякий раб, и всякий свободный скрылись пещеры и ущелья гор. «И говорят горам и камням, падите на нас, и сокройте нас от лица сидящего на престоле и от гнева Агнца, ибо пришел великий день гнева его, и кто может устоять?» Мы видим из этих только трех текстов Священного Писания о том, что день, когда придет Христос, это будет потрясающий день, и, как еще сказано в пророках, тогда и самый храбрый возопьет, тот, который не боялся ничего, он возопьет, возрыдает, закричит от горя. Почему это произойдет, друзья? Две причины я назову. Первая причина – то, что в Бога не верили, Бога нет, и все. Ну вот он показался. Написано «Утрит его всякое око». И те, которые говорили «покажи же нам его, покажите нам его, тогда, может быть, мы и поверим». Вот Бог однажды себя покажет, но это будет для всех потрясающим моментом. Самый храбрый, как я уже сказал, он возопьет тогда. Первая причина – в Бога не верили, и вот он показался. Вот он. Вот он идет. Вторая причина – возрадают те, которые Писание знали, но не исполняли его. Было такое легкое, легкомысленное отношение к Слову Божьему. А вот теперь идет Христос, чтобы совершить свой суд, и уже поздно что-то исправить, поздно что-то изменить. Поэтому этот день будет действительно потрясающий. Но апостол Иоанн говорит, дети, дети Божьи, пребывайте в Нем, когда Он придет, чтобы вам иметь смелость и не постыдиться пред Ним пришествии Его. Когда у нас бывает стыд? Когда мы делаем что-то не то в нашей жизни, и нас обличает совесть, или люди обличают, говорят, что «ну вот ты поступил неправильно, не стыдно тебе». Так вот, если мы будем пребывать во Христе, жить в Нем, то мы сможем со смелостью взглянуть на Него, и стыда у нас не будет. И Бог желает, чтобы это так было в нас, в детях Божьих, в церкви так и было. И в последней главе книги Откровения там церковь говорит «Ей гляди, Господи Иисусе». Если церковь говорит «Приходи, Господь», значит, она готова, она желает Его увидеть. Она не будет бежать от Него, дети Божьи не будут бежать от Господа куда-то в ущелье, пещеры, земли, чтобы они их вскрыли и закрыли от лица Господа, от гнева Его. Но для этого вот апостол Иоанн говорит «Итак, дети Божьи, дети, пребывайте в Нем». Слово «пребывать» означает жить, быть, оставаться, находиться. Другими словами, дети Божьи, будьте во Христе, и тогда, когда Он придет, вам не будет стыдно. Вы не будете страшиться Его пришествия. Вы, наоборот, будете желать. Это то, что от нас желает Господь. Но что значит «пребывать»? Быть, жить, находиться. Вот сейчас мы, смотрите, друзья мои, мы сейчас находимся, сейчас мы пребываем в стенах молитвного дома. Если посмотреть налево, направо, назад, кругом стены молитвного дома. Мы в доме молитвы. Мы это ощущаем, мы это видим, мы это слышим, да? Для иллюстрации я еще хотел привести пример. Ковчег Ноя. Ной со своей семьей, они вошли в ковчег, их было 8 человек, и в ковчеге они находились в течение года и 17 дней. Ной приготовил ковчег для спасения дома своего, они зашли туда, Бог затворил двери, все. Настал потоп, воды поднялись из земли, с неба полился дождь в течение 40 суток. И вот вода поднялась, и самые высокие горы на, забыл на сколько метров, на 7, по-моему, 7,5 метров были покрыты. И вот они находятся в ковчеге год и 17 дней. Ну, кто из нас лежал в больнице там в течение, скажем, месяца или там чуть меньше, понимаете, да? Никуда нельзя, домой нельзя, все только в больнице, значит, лечении там и так далее. А здесь они находятся в замкнутом помещении в течение года и 17 дней. Ну, ковчег имел, конечно, большие размеры. 150 метров длина, 25 метров ширина и 15 метров высота. Я примерно, мне интересно было, я примерно взял, думаю, как представить, что это за корабль такой? Вот там у нас в городе есть пятиэтажка. Я примерно так шагами замерил. О, это оказывается две стандартные пятиэтажки, поставленные в ряд. Вот примерно размер этого ковчега. Пятиэтажный дом. Но смотрите, в течение больше года они пребывали в ковчеге. Вечером, когда они засыпали, что они ощущали? Семья Ноя что ощущала? Они ощущали, что легкая покачивание ковчега на воде. Они видели, что вот здесь доски, вот столбы, вот брусья. Они слышали шум воды за бортом. Они слышали там какое-то движение зверей, которые были с ними в ковчеге. Они с этими ощущениями засыпали. Просыпались. То же самое, ковчег. И в течение года из ковчега выйти нельзя было им никуда. Потому что за ковчегом погибель, там вода. Но в ковчеге они находились в спасении. Они были спасены. Я думаю, что они там изучили, в течение года можно было обойти весь ковчег, изучить, где какой гоздик забит, где какая досточка, где что, где сучок. Все это они прекрасно, как бы, ну, представляете, больше года находиться в одном помещении. И они ощущали, что они в ковчеге. Сознавали они это, видели или не видели, но они понимали, что они находятся в ковчеге. Так вот, апостол Иоанн говорит, итак, дети Божьи, пребывайте во Христе, живите во Христе. А это как? Если в ковчеге там понятно, что там вот и стенки, вот там потолок, вот там окошечко, вот там звери, мы ощущаем, что мы, ковчег качается, мы ощущаем, что мы находимся в ковчеге. Не на земле, нигде в другом месте. Мы находимся в этом корабле. Он плывет, и мы в нем находимся. А как же пребывать во Христе Иисусе? Вы знаете, я прочитаю сейчас один большой текст, который нам даст некое представление. Это книга «Псалом», «Псалтырь», 138-й «Псалом». Прочитаю с 1 по 12 стих. «Господи, Ты испытал меня и знаешь, Ты знаешь, когда я сажусь и когда встаю, Ты разумеешь помышления мои издали, иду ли я, отдыхаю ли, Ты окружаешь меня, и все пути мои известны Тебе. Еще нет слова на языке моем, Ты, Господи, уже совершенно, Ты, Господи, уже знаешь Его совершенно. Сзади и спереди Ты объемлешь меня, и полагаешь на мне руку Твою. Дивно для меня ведение Твое, высоко не могу постигнуть его. Куда пойду от Духа Твоего, и от лица Твоего куда убегу? Взойду ли на небо, Ты там. Сойду ли в преисподнюю, и там Ты. Возьму ли крылья зари, и переселюсь на край моря, и там рука Твоя поведет меня, и удержит меня десница Твоя. Скажу ли, может быть, тьма сокроет меня, и свет вокруг меня сделается тьмою, но и тьма не затмит от Тебя. И ночь светла, как день, как тьма, так и свет. Друзья, вот откровение о том, где Господь. Спереди и сзади объемлешь меня. Что значит объемлешь? Это значит окружаешь меня. Дети. Так, внимание, дети. Где Господь находится? На небе. Ну вот, значит, вы не слушали прекрасно, вы не слушали внимательно Псалом. Так где Господь находится? Везде. А? Взрослые. Господь где находится? Везде. А? Везде. Он здесь находится сейчас? Да. Конечно. Поэтому нет такого места. Ну, я не знаю, я этот вопрос не изучал. Говорят, что в аду его не будет, Господа. Может быть, это действительно так. Но Писание нам открывает. А где же Господь? Так Он везде и всегда с нами. Еще Новый Завет Христос сказал. Сей я с вами во все дни до скончания века. Не было ни одного дня, когда Господа с нами не было. Были дни, и даже, может быть, много дней, когда мы с Господом не были. Но Он был с нами. И Он сегодня с нами, и в этом собрании. Написано, спереди и сзади ты окружаешь меня, объемнишь меня. Полагаешь на мне руку. Куда я пойду от тебя? На край куда-то, в преисподнюю или в море? Везде Господь. Поэтому, если сейчас сказать, что мы сегодня пребываем в доме молитвы, да. Но мы в то же время пребываем в Господе, потому что Господь всегда и везде. И вот Писание нам говорит. Итак, дети, пребывайте в Нем, чтобы, когда Он явится, иметь нам дерзновение и не постыдиться пред Ним в пришествии Его. Если Господь всегда и везде со мною, то как я могу грешить? Как я могу делать то, что противно Его святой воле? Вы помните огненное искушение от прелюбодейной женщины, жены Патифара Иосифа? Но он бежал от этого искушения и сказал, как же я сделаю себе великое зло и согрешу пред Господом? Понимаете? Она склоняла его ко греху, потому что там никого не было. Написано, что когда в доме он был один, она подошла и стала склонять его ко греху. А он говорит, как же я сделаю великое зло, когда Господь здесь? Ее идолы, которыми она поклонялась, стояли в их египетских храмах. А он говорит, Господь мой здесь. И действительно Писание говорит, был Бог с Иосифом. Хотя Иосиф его не видел. Но он прекрасно понимал и верил этому. Друзья мои, то, что мы с вами сейчас прочитали 138-го псалма, это откровение Господа, это знание, которое нами должно быть принято, нашою верою. Мы должны верить тому, что Господь говорит, что Он всегда с нами. А если Он всегда с нами, как я могу сделать какой-то грех? Тайный или явный, постыдный или непостыдный? Но суть не важна. Как я могу сделать какой-то грех, когда Господь здесь? И в этом же послании, 2 глава, Иоанн говорит, 6 стих. Нет, не помню уже, какой стих. Но сказано так, что всякий, пребывающий в нем, не согрешает. Как я могу делать грех, когда Господь здесь? Где бы я ни находился? Дома ли? На учебе? На работе? Ночью, днем? Я не могу грешить, потому что Господь здесь. Я пребываю в нем. Дал бы Бог, чтобы у нас была полнота знания из Писания, а это от нас зависит, насколько мы познаем Писание. И второе, чтобы всякое слово Господнем было принято нами верою. Бог сказал, значит, а так оно и есть. Вы помните историю пророка Елисея и его слуги Геезия? Сирийцы искали пророка Елисея. Они хотели его захватить. А пророк Елисея заночевали в городе Даим. И вот они, разведчики сирийские, узнали, что он там. И пришли войско сирийское и окружило Дафаим. Они спят. И вот ночью они пришли, окружили этот город. Утром встали, со стены смотрят Геезии и говорят, увы, господин мой. Это слово увы означает возглас отчаяния, возглас горя, что всё, нас поймают сейчас, нас погубят сейчас сирийцы. Потому что вокруг города Дафаим плотно стоит сирийское войско кольцом. Но мы видим, что у пророка Елисея нет никакого отчаяния, нет никакого смущения. И он говорит, не бойся, тот, кто с нами больше тех, которые с ним. И молился Господу, Господи, открой ему глаза. И открылись глаза, духовное зрение открылось у Геезия. И что он увидел? Вокруг города своими плотскими очами он видел, что сирийское войско стоит, окружило их, готово их погубить. А вокруг Елисея огненные колесницы и воинство небесное, защищающие их. Смотрите, братья и сёстры, мы не можем видеть Господа своими глазами, но мы ходим веруя, а не видим, так Священное Писание нам говорит. Но мы должны прекрасно понимать, что Господь всегда с нами. И мы находимся в Нём. И от нас зависит, как здесь апостол Иоанн говорит, пребывайте в Нём, чтобы, когда Он явится, иметь в вам смелость и не постыдиться перед Ним в пришествии Его. Поэтому, друзья, мы должны это делать. А что значит пребывать в Нём? Прочитаю три текста из этого же послания, первого послания Иоанна, 2, 6. Здесь сказано так. Кто говорит, что пребывает в Нём, тот должен поступать так, как он поступал. Если мы поступаем по Евангелию, значит, мы находимся во Христе, мы находимся в Боге. Это проверка наша, мы можем так свою жизнь проверять. Если мы поступаем так, как Христос, по Евангелию, значит, мы находимся в Нём. Чувствуем мы это или не чувствуем, ощущаем или не ощущаем, но это так. 3, 24 из этого же послания, 3 глава, 24 стих. «И кто сохраняет заповеди Его, тот пребывает в Нём, и Он в том». Ещё одна проверка. Если мы исполняем заповеди Господа, то значит, мы и пребываем в Нём. И ещё один текст, это 4, 16 из этого послания. «И мы познали любовь, которую имеет к нам Бог, и уверили в Нё. Бог есть любовь, и пребывающие в любви пребывают в Боге, и Бог в Нём». Если в нашей душе есть божественная любовь к нашим ближним, к дальним, к Господу, то написано так, что мы пребываем в Нём. Вот, друзья, мы можем проверить свою жизнь, потому что для нас это очень важно, пребываем мы в Боге или нет. Первое, мы должны верою воспринимать то, что говорит нам Слово Божие, что Господь везде находится. И мы не можем жить так, как нам вздумается. Мы не можем грешить, потому что Господь везде. Вспомним Иосифа, когда он сказал, «Как же я сделаю себе великое зло, если грешу пред Господом?» Для Иосифа Господь был реальный. Пусть будет Он тоже для нас реальный. Поэтому, друзья, пусть Бог нас благословит, чтобы мы пребывали в Нём, чтобы день пришествия Господа не был для нас страшный, как будет страшно для всех тех людей неверующих и прочих неготовых, которые будут плакать и убегать от лица Господа. Пусть Бог нас благословит. Слава Ему за всё. Аминь. Аминь.